Матильду БП За 2 или 2,5 уже не помню Предлагают вам купить Франкенштанка Понятное дело, что здесь возникает вопрос А из этих ли рядов Матильда БП И стоит ли данный Блэк Принц Действительно нашего с вами внимания Итак, ребят, за 2,250 нам предлагают взять 250 тысяч серебра Помимо машинки Открытый, довольно прикольный камуфляжик на машинке Неплохо смотрится Х5 в количестве целых 20, ребят, сертификатиков Но только на Матильду БП Есть у нас сертификат на покупку танка Но, честно говоря, на 5 уровне Танки не такие уж и дорогие Поэтому, что есть этот сертификат, что нет Я бы, честно говоря, его в общий ценник не включал Ровно как и вот этот сертификатик На исследование танка По одной простой причине Потому что, в принципе, 25% на 5 уровне Ну, можно и так, пятерку открыть Хотя, с учетом того, что в ближайшее время Нам должны завести новую ветку китайцев Я думаю, что будет кстати Есть, соответственно, слот в ангаре И открытое все оборудование Которое на 5 уровне Особым ценникам не отключается Так что же такое Матильда Блэк Принц Стоит ли данная машина Нашего с вами внимания Первое, что необходимо отметить Это то, что это полный картон Ну, прям вот совсем картонистый Обратите внимание на бронирование данной машины Вроде бы, как бы Что-то здесь оранжевое есть Но, по большому счету Оно все настолько топором деланное Настолько все ровное И прямолинейное Что, в целом Вас вот сюда вот даже не будут пытаться Выцеливать там, где есть хоть какие-то углы Приведенки и так далее Вас просто сюда вот В прямую проекцию башни Будут пробивать И на этом для вас Все закончится И от башни, ребят Поиграть не получится На данной машине Однозначно Если сравнивать с другой машиной С Матильдой 4 Которая является прямым конкурентом Данного аппарата в игре Это тоже 5 уровень Это тоже средний танк Они очень-очень сильно отличаются Друг от друга По броне вроде бы Цвет оранжевый тот же самый И я бы сказал, что Броня по толщине та же самая Но с учетом формы башни Допустим, той же С учетом формы Вот этих вот всех скосов Ребят Матильда 4 В любом случае Отыгрывается гораздо лучше И гораздо более Рандомно-рикошетная Назвал бы я ее так Что касается Матильды БП Ну, одна прелесть Порой загидывать фугасами Вот сюда вот Вот сюда вот бросаете фугас И, ну, про корму я вообще молчу Понятное дело Но бросая фугас куда-нибудь сюда Под любым из этих углов Фугасики довольно неплохо Своими осколками бьют Вот сюда вот По верхушке корпуса Там, где броня всего 20 мм Короче говоря, ребят Для фугасов Ну, прям создана данная машина Вот здесь брони вообще, как видите Нет, можно хорошо накидывать Ну, а сюда в тыл башни Если фугас забрасываешь То, соответственно, вот здесь вот Осколки поражают довольно жестко Главное кидать как можно ниже Что касается того Насколько машины похожи И чем разнятся Обратите внимание Насколько они разные Разные настолько Насколько только может быть ДПМ у Матильды Блэк Принц Гораздо выше И выше он по одной простой причине Потому что перезарядка у него Всего лишь 2,7 Заявленная здесь по ТТХ Но в игре немножко отличается То же касается Матильды 4 Но все равно, ребят Плюс-минус процентное соотношение Оно остается тем же самым Таким образом, получается, что Мы на Матильде 4 Можем набросать В лучшем случае С установленным оборудованием Амуницией 10 полноценных выстрелов Вы можете сделать в минуту Тогда, когда на данном аппарате Вы можете сделать Полноценных 22 А то и 23 Выстрела Чувствуете разницу? Это при том, что Альфа Я бы сказал, что Пускай и отличается Но все же Не настолько прям существенно Я имею ввиду В количестве набрасываемого урона За период времени в бою Понятное дело, что между 90 и 160 Я считать умею Здесь действительно 383 миллиона разница Но, ребят Получается такая Петрухом Что с учетом времени Перезарядки Вы просто Маниакально Депрессивно Выкидываете Снаряд за снарядом Своего соперника По 90 Это куда интереснее Чем по 160 Отбрасывать Раз в 6 секунд Таким образом Получается Что вроде бы Орудие ДПМное Вроде бы И точностью обладает Какой-никакой Но все-таки Ребят Данная машинка Уступает По проценту побед Пускай не существенно Но все-таки Согласитесь Ниже Что касается Доходности Тоже ниже Чем у Матильды Четвертой 155 процентов Против Грубо говоря 170 У четвертой Что касается Всех вот этих Вот вопросов По подвижности Здесь практически Все один в один Удельная мощность Типа чуть-чуть лучше И вроде бы Как бы Под горку Немножко лучше едет Но я бы не сказал Что в игре Это прям Настолько ощутимо Да Вертится Немножко похуже Но тоже Честно говоря Особой разницы Я лично Вот прям Знаете так На ощущениях Не чувствую Только если Прям совсем Присмотреться И сконцентрироваться Сведение Да Безусловно У Матильды Четвертой Будет получше Разброс Плюс-минус Одинаковый В игре Практически Не ощущается Разницы Вот так вот И получается Что есть Вроде бы Машинка По нормальному Ценнику Но по заявленным Всем своим Характеристикам Она к ним Не относится Я думаю Самым лучшим Будет выкатиться Просто на Матильде ПП В бой И посмотреть Что она может А чего она не может Ребят Я прошу Каждого из вас Кто смотрит Мое видео Уже не первый раз Но еще не подписан На мой канал Ваша подписка На канал Для вас Лично не стоит Ровным счетом Ничего Ни одного рубля Ни одной копейки Но Братцы Ваша подписка Для моего канала Это возможность Жить Возможность Конкурировать Возможность развиваться И вытаскивать Свои видео Не то чтобы в топ Но по крайней мере В рекомендации Все новым и новым зрителям Расти Расширяться И привлекать Все новые и новые глаза К своим видео Спасибо вам большое За то что вы Прямо сейчас Нажали на кнопку Подписаться Пока идет загрузка в бой Времечко у вас есть И нажимайте обязательно На колокольчик Для того чтобы Не пропустить новые видео Ну что ребят Давайте будем заценивать Подвижность по машине Подвижность Честно говоря Очень-очень хреновая Я вам скажу откровенно Когда ты играешь На четвертом уровне На Матильде Проходной Ты хотя бы понимаешь Почему ты так едешь Потому что там есть броня Потому что ты тяжелый танк И потому что тебя наделили Очень хорошим временем Перезарядки Как для четвертки Но ребят Давайте будем говорить откровенно Матильда то вот эта Она не относится К тяжелым танкам И вот сейчас Обратите внимание Я успел нахвататься Я даже с Респа еще Никуда не поехал Ну вот просто никуда не поехал Меня уже начали разбирать Смотрите Прилетело в башню Прилетело в верхний бронелист Короче говоря Тут еще куда-то прилетело Просто А вот Получается в верхнем бронелисте Правее От центра Еще есть одно отверстие Получается такая петрушка Что вы реально на данной машине Ну Чувствуете себя ущербным Ну вот говорю откровенно Так как есть Да Может быть Если вы там заехали Не знаю Там каким-нибудь прям ЛТшкам картонным Которые на вас еще и Внимания никакого не обращают То вы Что-то можете Как здесь играть Честно говоря Я слабо понимаю Машина реально Отхватывающая Отхватывающая Постоянно И отхватывающая Везде Ты просто Как ты не танкуй Как ты не рампуй Твоя вот эта вот Дурында башня Которая торчит сверху Она просто Не знаю Магнит какой-то Для снарядов И реально Мимо просто Ничего не проявляет Ну не пролетает Простите Мало того Что башня Здоровенная Просто Она реально Практически Половина корпуса По высоте Да Да какой половина Наверное практически Как корпус Я бы сказал По высоте Она с прямым углом И она абсолютно Абсолютно Всасывает в себя Все что туда Отправляется Нет брони Если бы здесь Спереди Хотя бы поставили Какой-то там Не знаю Бронелист Такой который Пробить невозможно Чтобы от этой башни Отыгрывать можно было Окей Вопросов нет А так получается Взяли корпус От тяжелого танка Четвертого уровня Водрузили на него В картонную Абсолютно башню От среднего танка Наградили его При этом всем Подвижностью Тяжелого танка Да Бешеным временем Перезарядки Но попробуй ты его Реализуй С учетом того Что ты в отхвет Тоже отхватываешь И отхватываешь Некисло Сейчас обязательно Заедем в следующую катку Посмотрим Что мы там Сможем сделать Но по большому счету Скажу откровенно Матильда БП Крайне неиграбельная машина Ну что Досматриваем бой И погнали В следующий замес Итак, друзья мои Бой закончился Я даже не буду смотреть На результаты этого боя Я имею ввиду Для себя Потому что там реально Смотреть просто Нечего Что касается Того Что мы с вами Обсуждали Но не посмотрели Конкретно В игре По характеристикам Орудия Значит смотрите По характеристикам Орудия Получается вот так вот Время перезарядки 2.85 С учетом Установленного Оборудования И наличия у меня Соответствующей Амуниции Что касается Заявленного урона 1893 ДПМ И он реализуется Только тогда Когда вы находите Спящего противника Либо не обращающего На вас внимания Тогда да Вы можете Абсолютно спокойно Чуть ли не как с пулемета Готить в него Через каждые Неполные 3 секунды По 90 единиц Альфы В среднем Пробитием 130 В целом Плюс-минус Нормально Окей Все хорошо Время сведения Обратите внимание Отличается от тех Заявленных цифр Которые есть В таблице сравнения 9 Ну простите 3,9 Это практически 4 секунды Время сведения И разброс Который в принципе Как заявленный Вполне нормальный И вполне удачный Насколько он хорошо играется Сейчас попробуем Посмотреть Ну а что касается Углов склонения Вниз Минус 12 Вроде бы как Боеклево Но нафига Эти углы склонения Тогда когда у тебя Башня Как я уже сказал С абсолютно ровным Прямым листом Такое впечатление Что Ну я не знаю Блин с чем это сравнить Такое впечатление Что взяли кусок стекла Да Вот такого вот Обычного оконного Абсолютно хрупкое Абсолютно ровное Вот здесь так и получается И получается Что вот эти вот Минус 12 Это как бы вообще Ни о чем Ну вот к чему Эти минус 12 Если ты не можешь Их отыгрывать Ты что реально С вот этой вот Огромной башней Сможешь как-то там Подняться на какую-нибудь Горочку И не вылазя Наверх Чтобы не в кроем случае Не показать Свой нижний бронелист Будешь свешивать Своё орудие На минус 12 И кого-то расстреливать Да никому нафиг не надо Твой нижний бронелист Тогда когда у тебя есть Охренительно Никакущий Верхний бронелист Который выше Верхнего бронелиста Я имею ввиду Тот бронелист Который на башне стоит Поэтому и получается Что отыгрывать На данной машине От башни Ну просто Я бы сказал Не то что невозможно Это остро противопоказано Как отыгрывать На Матильде БП Так чтобы быть успешным Я откатал много боев На ней Я пытался действительно понять Я не скилловый игрок Может там Какой-нибудь скилловик У которого 70-80% побед И он вообще гуру этих танков И знает подходы К любой машине В этой игре Может быть У него там Что-то и получается Он разгадал Да там Познал вот этот Дзен какой-то Никому неведомый Мне не получилось Реально Машина мне лично Не заходит абсолютно Я не получаю Абсолютно никакого удовольствия На 10-20 боев Будет 1 Максимум 2 В котором действительно Можно кайфануть Потому что ты приехал Наконец-то Со своей вот этой Непонятной скоростью Передвижения по карте И побросал В кого-нибудь Отвлеченного Либо спящего урона И ты такой Ох как классно Блин какая у меня Крайне быстро Перезаряжающаяся Пушечка И которая Наносит в принципе Нормальный урон В 90 единиц Но в большинстве своем Все эти бои Блин Ну до дня Просто сумасшедшая Попытки выжить Попытки где-то спрятаться Попытки найти кого-то Кто на тебя не смотрит Ну короче говоря Просто ужас ужасный Как я уже сказал Если бы данная машина Уже даже пускай С вот этой вот Ужасной Умопомрачительной Нетерпимой Нет Нетерпимой Неправильное слово Невозможность Вытерпить ее Иную Картонность Этой сраной башни Извините По другому сказать Не могу Даже если ее оставить Окей Дайте хотя бы машине Возможность передвигаться По карте Но блин Здесь же вообще Ничего нет Ни Ни возможности танковать Ни возможности Отстреливаться Ни возможности Выжить Вообще короче Возможности ваших В игре Просто никаких нет Я реально не нахожу себе Места Ни на какой Позиции Ни на позиции Вместе с ТТшками Ни на позиции С СТшками ЛТшками Вообще Ни с кем Невозможно Нормально Где-то Пристроиться Как только ты Приезжаешь Куда-то Первые Кого начинают Видеть Это ты Ты потому что Ты картонный Ты картонный В хламе Понятное дело Что захотят Разбирать В первую очередь Именно тебя И это Крайне Крайне Дискомфортно И крайне Неприятно Стоит ли За это Отдавать 2 250 С учетом Того что В наборчик Не входит Ровным счетом Ничего Толково Ценного Я имею ввиду Там не знаю 14 дней Према Каких нибудь Там Или может Какой нибудь Там Контейнерик С возможностью Выбить оттуда Хоть что нибудь Да Ну блин Ну вообще Просто непонятно За что цена Ну вот и все И вот Вот ты вроде бы Как бы Что то играл И что то куда то ехал И пытался что то сделать И тебя опять Все равно разобрали Ну просто В хламину Досматриваем этот бой Я хочу еще раз Заехать на третью катку Может хоть там Что нибудь Получится сделать Но блин Я не знаю Честно говоря Каким образом Это попытаться реализовать Кто то скажет Что я рак Я не претендую На звание Супер пупер танкиста Ребят Но просто Матильда БП Она Такое впечатление Что разрабатывала И Изначально планировалась Как машина На которой Никто никогда Играть не сможет И Меня абсолютно Не удивило Когда Матильду В свое время Выставили на продажу Ой простите На продажу Выставили на подарок По большому счету И раздавали бесплатно Абсолютно всем Вот когда бесплатно Ну окей Хорошо Пусть себе там В ангаре стоит Или может продать Ради того Чтобы серебрушки поднять Но по большому счету Как играбельная машина В ангаре Она явно у вас Находиться не будет По результатам боя Смотрите Вот как-то вот так вот Я не вырезаю бои Не вырезаю поражения И не рассказываю По поводу того Что машина клевая Классная Тогда когда У меня язык Не поворачивается Этого сказать Вот если сравнивать Допустим С той же самой Матильдой Проходной Четвертого уровня Ребят Вот серьезно На ней Хотя это четвертый уровень Ты получаешь Гораздо больше Ты получаешь Гораздо больше Удовольствия от игры Ты чувствуешь себя Значимым Ты чувствуешь себя Тем кто реально В бою Что-то может сделать Ты бодренько Отбрасываешь урон Ты порой Довольно таки Неплохо танкуешь Средние легкие танки Тебя побаиваются Потому что Приехав к тебе Они плюс-минус По КД С тобой равны Но по броне Они с тобой Абсолютно разные И соответственно На Матильде Проходной Четвертого уровня Ты чувствуешь себя Скажем так Круче Да Спокойней Я не знаю Уверенней что ли А на Матильде БП Ты чувствуешь себя Ущербным Каким-то Не знаю Мальчиком для битья Который зашел в бой Для того чтобы Поотхватывать Ну и честно говоря Там соплей Каких-то пожевать Уж простите по другому Передать свои эмоции Ощущения от боев На данном аппарате Я к сожалению Не могу Так ну что Бросает в бой Не бросает Бросает Очень хорошо Просто великолепно Опять против шестерок Есть КВ-2 Который Если не дай бог В меня нормально кинет Я сразу лапки сплету И пойду в ангар Сопли подтирать Есть СУ-100-Y Который сделает Со мной приблизительно То же самое Да Ладно Короче Уже как будет Так будет Обзор Есть Обзор Как я говорю Ребят Из песни Слово не выбросишь Я не выбрасываю Из своих обзоров Поражения Или какие-то сливы По одной простой причине Потому что Если вы будете смотреть У кого-нибудь на канале Как это делают Другие ребята Именитые Крутые Ютуберы Которые Типа показывают вам Обзор на машину Но по факту В каждом их видео Они постоянно побеждают Они постоянно крутые Они постоянно С обалденным Каким-то результатом По урону И так далее Знаете Ребят Что это Абсолютно Не означает Что в реальных боях В ваших руках Машина будет Вести себя Точно так же И поверьте мне Игра Она складывается Не только из побед Она складывается Еще и из поражений И вот эти поражения Они ожидают вас В любом случае На какой машине Вы бы не играли И когда вы будете Играть на машине Которую вам презентовали На каком-нибудь Классном Продвинутом Раскачанном канале А потом будете Играя на ней Ощущать Дискомфорт Отсутствие удовлетворения Сожаление о том Что вы потратили Свою кровную голду Или уж тем более Потратили Свои реал мани Ну соответственно Ребят Помните Лучше смотрите Честные обзоры Там где от вас Ничего не скрывают И говорят вам Все как есть На самом деле А для этого Ребят Как я уже сказал Достаточно просто Подписаться на мой канал Смотреть честные обзоры В которых я ничего не приукрашаю Ну и соответственно Показываю все таким Какое оно есть На самом деле Ну что Товарищ явно Находится на перезарядке И вот теперь Наконец-то Наконец-то Ребят Есть возможность Реализовать Своё великолепное КД Недолго Недолго Я его реализовывал Честно говоря Сейчас Немножко Уж простите За высказывание Ссыканул По-другому Это назвать Нельзя Просто лишь Потому что Мне не захотелось Отсу 100Y Сейчас отхватить Его великолепный урон Там в 500 550 единиц Больше чем уверен Что товарищ Зарядил бы сейчас Голду Для того чтобы Накинуть в меня Побольше альфы С учетом того Что пробить меня Для него не составляет Ровным счетом Никакого труда Я вот сейчас Вроде бы Будучи средним танком Должен был бы Сейчас поехать И перезахватывать Точки Да вот Как по логике Да Сбить захват Для того чтобы Дать возможность Все таки Победить нашей команде Но ребят Куда я нафиг поеду Со своей Вообще Никакущей подвижностью Да никуда Разве что сейчас В ангар отправлюсь Если не успею скрыться Хотя и так Ухожу в ангар Опять с поражением Но проиграли В данном случае Мы исключительно по очкам Ребят Давайте будем суммировать Давайте будем Подводить итоги Подводить Так сказать Черту Под всем нашим Вот этим вот Обзором И под тем Стоит ли покупать Данную машину За 2 250 Я вам скажу Просто и кратко Нет ребят Не стоит Не стоит эта машина 2 250 Дождитесь предложений Когда вы сможете Купить себе Плюс-минус Что-нибудь нормальное Что-нибудь годное За 2 косаря Ребят Вот недавно За 2 косаря Продавали Су-100у И надо мной смеялись Говорили что это Ну ни о чем Поверьте мне Ни о чем Это Матильда БП А Су-100у Стоит своих 2000 Вот так вот Ребят Бывает что машина Вроде бы по заманчивой цене А не стоит Ровным счетом Ни гроша Если вы за честность Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Нажимайте на колокольчик Возвращайтесь на мои видео На данный момент у меня все Всех благ Всего хорошего Мира И обязательно спокойствия Пока-пока